МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На протяжении многих лет КБ Камова создавала корабельные вертолеты соосной схемы. Заказ на производство винтокрылой машины для армейской авиации стал для этой фирмы серьезным вызовом. В результате появился один из самых мощных в мире ударных вертолетов. ЧЕРНАЯ АКУЛА. ФИЛЬМЕР ОРУЖИЕ Впервые вертолеты в военных целях применяли американские ВВС еще во время Второй мировой. В Корейскую войну 1950-1953 годов на геликоптерах транспортировали небольшие воинские подразделения, эвакуировали раненых, а также летчиков, избитых над вражеской территорией или открытым морем. Действовали вертолеты очень эффективно, на что сразу же обратили внимание в Советском Союзе. В августе 1964 года американцы ввязались в войну во Вьетнаме. Для переброски солдат и обстрела подозрительных районов использовались обычные многоцелевые вертолеты. Однако тяжелые неповоротливые машины такого класса не подходили для оперативной поддержки войск огнем с воздуха. Поэтому в 1967 году компания «Белл» изготовила небольшой маневренный боевой вертолет «Рью Кобра», который нес реактивные снаряды, скорострельную пушку или пулеметы. В том же году советские конструкторы бюро «Миля» и «Камова» представили военным образцы машин аналогичного назначения. Предпочтение отдали транспортно-боевому Ми-24. Специализированный винтокрылый штурмовик советские военные в то время посчитали излишеством. Хотя опыт боевого применения во Вьетнаме «Хью Кобры» свидетельствовал, что такая машина абсолютно необходима. И все-таки уроки вьетнамской войны не остались незамеченными в СССР. У военного руководства страны постепенно сложилось мнение, что «Милевская машина» не в полной мере отвечает требованиям армии. Ми-24 был создан по концепции летающей боевой машины пехоты. Вертолет мог не только вести штурмовые действия, но и перебрасывать отделение десантников с полной выкладкой. Однако за это пришлось заплатить снижением боевой эффективности. Кроме того, в середине 70-х годов американские фирмы «Белл» и «Хьюз» развернули работы по созданию новых ударных вертолетов. К серийному производству и на вооружение армии США был принят «Хьюзовский Афач». В 1976 году Министерство обороны СССР объявило конкурс на разработку винтокрылой машины нового поколения, которая стала бы достойным ответом на вызов заокеанского конкурента. Помимо КБ «Ниля», традиционно занимавшегося созданием боевых и транспортных машин для сухопутных войск, об участии в конкурсе заявило и конструкторское бюро «Камова», которое специализировалось на проектировании и строительстве вертолетов для военно-морского флота. Приступая к разработке новой машины, инженеры и конструкторы Камовского КБ опирались в первую очередь на собственный опыт проектирования и применения вертолета Ка-29. Эта машина имела отличные тактико-технические характеристики, была предназначена для выполнения боевых задач в любое время суток, в любых погодных и климатических условиях. В отличие от вертолетов классической, одновинтовой схемы, Ка-29 обладал высокой устойчивостью в полете. Это резко повышало точность поражения целей из бортового оружия. В ходе работ над новой машиной использовался богатейший опыт, полученный при создании и боевом применении в годы Великой Отечественной войны штурмовика Ил-2. Он обладал удивительной живучестью и огромной огневой мощью. Идея летающего бронированного истребителя танков нашла свое продолжение в конструкции вертолета Ка-50. Единое тактико-техническое задание было сформировано Министерством обороны в 1980 году. И вскоре Камовцы построили макет будущей машины. Вертолет нового поколения должен был стать не только мощным средством огневой поддержки пехоты и уничтожения бронетехники противника, но и бороться с воздушными целями, вертолетами и самолетами. Аппарат, представленный Государственной комиссией, не вписывался в ее представление о вертолете огневой поддержке. Прежде всего схема. Сложный, хрупкий и громоздкий на вид соосный ротор вызвал множество сомнений. Так же, как и одноместная кабина. Ведь у американцев, да и на нашем Ми-24, есть пилот и оператор оружия. Непривычно большое количество электроники. Может ли она надежно работать в бою и не вызовет ли чрезмерные нагрузки на пилота? И сколько все это будет стоить? Вывод комиссии был прост. Работы по проекту прекратить. Однако, по инициативе главного маршала авиации Кутахова, работы были продолжены. Опытная, одноместная машина, которая была выполнена по хорошо отработанной в КБ соосной схеме, впервые поднялась в воздух в июне 1982 года. Для достижения вертолетом большей скорости полета, конструкторами ОКБ совместно с учеными Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского, был проведен огромный комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Требованию достижения максимальной скорости была подчинена и аэродинамика фюзеляжа. Он выполнен предельно обжатым и обтекаемым, чему способствуют плавные формы и отсутствие массивной бороды пушки, характерной для машин Миля. Сопротивление вертолета при маневрировании уменьшает и крыло, создающее значительную подъемную силу и разгружающее несущие винты. Есть недостаток у соосного вертолета. У него большое сопротивление вот этой колонки. Поэтому мы убрали все, что вредит, что может навредить поток, идущий от этой колонки, на корпус. Поэтому мы убрали диффузор. То есть здесь все сделано для того, чтобы уменьшить лобовое сопротивление. Кстати, по осупрению фюзеляжа он рекордсмен. У него минимальное лобовое сопротивление среди всех боевых вертолетов. Конкурентом Камовской машины был вертолет Ми-28. В ходе сравнительных государственных испытаний, которые продолжались два года, эксперты Министерства обороны установили, что по совокупности тактико-технических характеристик обе машины опережают американский боевой вертолет «Апач». По результатам конкурса на вооружение сухопутных войск советской армии был принят К-50. Верные морской стихии разработчики окрестили свое новое детище черной акулой. К-50 обладает уникальными скоростными и маневренными характеристиками. К-50 – одноместный ударный вертолет для поражения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя. Название по классификации НАТО – «Хокум-Эй». Максимальная взлетная масса – 10,8 тонн. Длина – 15,9 метра. Высота – 4,9 метра. Диаметр главного винта – 14,5 метра. Силовая установка – два газотурбинных двигателя мощностью по 2225 лошадиных сил. Максимальная скорость – 390 километров в час. Динамический потолок – 5,5 тысяч метров. Практическая дальность полета – 1160 километров. Вооружение – стрелково-пушечное, ракетно-бомбовое. К-50 – высокоманевренная машина. Благодаря возможности выполнять плоский разворот во всем диапазоне скоростей полета, К-50 способен в кратчайшее время занять выгодную для атаки позицию и выиграть воздушную дуэль у соперника. Маневренность, прежде всего. Что такое маневренность? Это нужно к противнику встать наивыгоднейшим образом для стрельбы, в минимальное время. То есть опередить его по времени. Маневренность – это время. Боевой ударный вертолет К-50 «Черная акула» предназначен для огневой поддержки частей и подразделений сухопутных войск, уничтожения бронетанковой техники, сопровождения и огневого прикрытия тактических десантов, а также для борьбы с малоскоростными воздушными целями. Для этого на «Черной акуле» устанавливаются управляемые зенитные ракеты «Игла-В». Основным средством борьбы К-50 с наземными бронированными целями является управляемое ракетное оружие. На двух подвижных пусковых установках под консолями крыла устанавливается до 12 противотанковых управляемых ракет «Литарь» с дальностью пуска до 10 километров. Это позволяет К-50 вести огонь по обнаруженным целям, не входя в активную зону поражения средств его противника. После пуска наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. При этом пилот не должен выдерживать определенную траекторию полета, и машина может совершать маневр с изменением курса, высоты и скорости движения. Вероятность поражения цели одной ракетой составляет 90%. Также в состав вооружения «Черной акулы» входят кассеты с неуправляемыми реактивными снарядами, авиационные бомбы и скорострельная автоматическая пушка калибром 30 миллиметров. В начале 90-х годов на экраны вышел художественный фильм «Черная акула», в котором К-50 выступал в главной роли. Машина, снявшаяся в картине, впоследствии работала в составе боевой ударной группы в Чечне. Эти полеты происходили в сложных метеоусловиях, в труднодоступных горных районах со сложным рельефом местности, в условиях ограниченной видимости при активном противодействии противника. Два вертолета К-50 выполнили 49 вылетов. Все намеченные цели были уничтожены. Высочайшие летно-тактические характеристики обеспечивают К-50 превосходство над всеми существующими ударными вертолетами. Установленное на борту «Черной акулы» оборудование и вооружение позволяет считать этот вертолет непревзойденным боевым средством. Но конструкторы не остановились на достигнутом и создали еще более совершенный ударный комплекс. Подробнее об этом в следующем фильме «Оружие». Продолжение следует...